Всем привет, меня зовут Маша и добро пожаловать на мой канал. Что-то меня прорвало делать видео, которое я не делала уже 100 лет, точнее на какие тематики я не делала уже 100 лет. Это будут болтушки, кажется, это вторая часть болтушек. В прошлый раз были воскресные чаепития, ну да, ничего страшного. И сегодня я вам хочу рассказать о том, как я появилась на BookTube, о том, как я вообще в принципе нашла YouTube, что вообще меня подвигло снимать видео. В общем, поговорю с вами на эту тему. Вот вы меня очень часто спрашивали, и да, почему бы не рассказать, хотя, знаете, такое маленькое предупреждение. Это было давно. Не осуждайте меня, мне стыдно рассказывать эту историю. И я надеюсь, что люди, которые в этом участвовали, точнее, которые не знали, что в этом участвовали, но в этом участвовали, не смотрят это видео, и даже те люди, которые смотрят, не знают тех людей, которые... В общем, ладно, я начну. Началось всё в классе шестом, и было... Опа, это было три года назад? Это не может быть три года назад, это было больше лет назад. Ну, в общем, не знаю, мне было лет 10-11, сейчас мне 15, кто не знает. И мы с моей подругой... Нам нравился один мальчик, да, началась с далекану, в общем, да. И мы создали фейковую страницу девочки, чтобы с ним переписываться. Ну, в общем, да. И нам нужны были фотографии. И мы... Ну, моя подруга нашла первую какую-то повышеннюю девчонку, взяла у неё фотографии, и мы периодически их обновляли. То есть, заходили на страницу к этой девчонке, ну, и прикидывали себе эти фотографии. Да, странно, глупо, детско, ну, 10 лет, что вы хотите от меня. Но в итоге получилось так, что я начала просматривать страницу этой девушки, у которой мы брали фотографии. Она была примерно нашей ровместницей, точнее, она истается нашей ровместницей. И я увидела столк на YouTube. Я знала о существовании такого сайта, как YouTube, что там какие-то видео. Но я думала, что все видео заключаются в том, что там какие-то ляпы кто-то выкладывает, знаете, там кто-то шёл, упал, ха-ха-ха, как смешно. Но вот в таком, в общем, духе я думала, что там и существуют видео, все здесь, на YouTube. Но я нажала на ссылку на YouTube и увидела, что эта девушка тоже снимает свои видео. И мне стало интересно. И да, кому интересно, это была Юлия Добольская. Сейчас я её смотрю очень редко, потому что она, ну, по сравнению с другими блогерами, она так чуть-чуть не очень стала видео часто выкладывать. И качество у неё немножко уже подсело. Но я её смотрю, потому что вот с неё начался мой YouTube. Вообще, знакомство с YouTube. Я её полностью пересмотрела, все её видео. Потом я как-то случайно наткнулась на Катю Клэп. Я даже ещё не знала, кто это, что это какой-то знаменитый блогер. Ну, хотя, ого, сколько Катя уже видео снимает во времени? Прилечненько так получается. Ну, в общем, да. И я пересмотрела все видео Кати Клэп. На тот момент их, ну, получается, было немного меньше, чем сейчас, конечно. Но сам факт того, я сидела ночами, я смотрела блогеров. Потом, мне кажется, нашла Алину Солопову. Ну, в общем, так пошло-поехало, закрутилось. Мне было самой, конечно, тоже очень интересно начать снимать видео. Но я понимала, что я ещё маленькая, кто меня будет нафиг смотреть. И как-то поутихло, но продолжала смотреть других блогеров. Потом я нашла какой-то бьюти-сегмент и так далее. И, в общем, так потихоньку я начала ознакомиться с YouTube. Я, конечно же, пыталась, начинала снимать видео, получается, два года назад. На этом же канале, то есть вот на этой же страничке выходили видео. Какие-то очень ляпистые. И я недавно нашла один из кусочков этого видео. А на компьютере вообще мама моей. Хотя она никогда не знала, что я снимаю видео. О, боже. Вот я понимаю, да, сейчас вот я снимаю видео. Я знаю, что я через годик посмотрю. Я тоже буду, не знаю, закрывать глаза и говорить, что какой ужас, что я делала. Но то, что я делала тогда, это что-то. Я никогда это не покажу. Далее, в начале прошлого года, примерно за 4 месяца до того, как я начала вести книжный блог, я на тот момент, опять же, еще не знала о книгоблогинге, то, что можно говорить о книгах. И я начинала вести, опять же, свой канал. И, оказывается, на YouTube, опять же, на этом канале, в общем, выходили видео. И, оказывается, кто-то добавил это видео в избранный, и я недавно опять на него наткнулась. И, о, боже. То видео было о ежедневнике. Я недавно его пересмотрела, и я оставлю ссылку внизу, так уж и быть. Но, если вы посмотрите, вы навряд ли меня узнаете там. Потому что на тот момент я была очень худая, почти что анорексичка, наверное. У меня друзья называли анорексичкой, но я в это не верила. Там я очень худая. И в тех видео видно то, что я не выговаривала букву R. Дело в том, что букву R я начала выговаривать только, не знаю, может, за месяц до того, как я начала снимать видео, этому послужил просто очень странный случай. Ну, как странный? Для меня он немножко странный, потому что там вообще это был какой-то ужас выговаривания буквы R. Ну, закончилось все хорошо, это главное. Я научилась выговаривать буквы R. Как я благодарна одному человеку за это. Потому что у этого человека имя начинается на буквы R, а я с этим человеком до сих пор даже не общаюсь и не могу сказать спасибо. Хотя ради человека я научилась выговаривать буквы R. Вот влюбитесь, у вас все получится. И я вам говорю. Кто будет смотреть то видео, напишите обязательно в комментариях под этим видео, только под этим видео. Ваше мнение вообще о том видео, именно... Вот мне больше интересно ваше мнение о том, насколько я там... Вот такая вот. И про буквы R. Боже, это вообще отдельная история. Ну, в общем, вот так я, собственно, попала на YouTube. Там немножко я снимала совсем видео, было все парочку. На меня никто не подписывался, и я перестала снимать видео. Потом, где-то примерно в декабре, кто не знает, видео я начала снимать в январе. А нет, получается, не в декабре, а получается, где-то в начале ноября я нашла BookTube. И тоже это было странным образом. Я смотрела девчонку-подростка, она снимала видео, это же, по-моему, ну, не помню, на какие темы, в общем. И она рассказала о книге. Я помню, что это была Гиоми Собумажная девушка, которую я тоже уже прочитала. И мне было интересно, вот она сняла видео о книге. А может быть, кто-то еще другой сделал видео о какой-нибудь книге? Или об этой же книге? Мне интересно мнение. Я начала бывать на YouTube, и я нашла. Я не помню, кто был моим первым блогером. Я помню, что вот три таких основных. Это вот первая, по-моему, была Улилай. Потом я нашла Олю Понедельник. И потом Алю. Кажется, вот в таком порядке. И потом Simple Bookish уже. Или в начале Simple Bookish, а потом Алю. Ну, в общем, я не помню точно. И так я начала их смотреть. Тогда все говорили о книгах Алана Брэдли и о Timeless. Вот это вот я вообще хорошо помню. Я тогда тоже купила себе Timeless, начала его читать. И вот так вот, собственно, пошло-поехало. Как я решилась вообще снимать видео? Тут все очень просто. Мои родители тогда куда-то ушли. Вечером было уже поздно. И мне стало скучно. И мне так хотелось рассказать кому-нибудь о книге. На тот момент мои друзья практически не читали. А может, если не читали, то об этом мне, по крайней мере, вообще почти не говорили. И мне так хотелось с кем-то поделиться. Но вот хотелось просто вот даже не знаю, с чем это сравнить. И я села, поставила перед собой камеру и начала снимать. У меня тогда не было штатива. И у меня выстраивалась такая гора из каких-то книжек, коробок, стульев. И я начинала так снимать видео. Я очень боялась, что упадет камера. Это для меня вообще был страх номер один. И я настраивала и до сих пор настраиваю фокус на Зайца. И я не знаю, может, я вам куда-то его показывала. Вот он мне сейчас рядом лежит. Он уже вообще не какушный. Он весь порванный. Потому что с ним играла моя пельмяшка. И Маша лень была его зашить. Вот у такого Зайца я каждый раз настраиваю фокус. Я его вообще очень сильно люблю, этого Зайца. С него, можно сказать, и начался мой YouTube. И так у меня вот началась настройка фокуса. Потом мне купили штатив. Но родители до сих пор думают, что и камера, и штатив мне нужны для фотографирования. Они не знают, что я снимала видео. До сих пор уже прошел год. Год уже прошел. Они до сих пор не знают, что я снимаю видео. Замечательно. И мне как-то неловко, потому что я почти не фотографирую. И родители мне специально покупают для этого. Они думают, что я теперь этим не занимаюсь. Мне удобно немножко получается. Но когда-нибудь я точно расскажу. Вопрос, когда, это уже другой вопрос. Ну, потом потихонечку начали узнавать мои одноклассники. Кстати, узнали совсем недавно. И... Не, ну, не очень, конечно, круто, когда перед тобой сидит твоя одноклассница. И такая говорит, о, машинное видео вышло. Надо посмотреть. Я даже это комментировать не буду. Да, вот так. И... И знаете, вот у меня тогда подруга начинала снимать... Снимать, снимать видео. И тогда подруга начинала снимать видео. И они как-то к ней, ну, более так строже, не знаю слова, относились. То есть, там, звезда ютуба, некоторые могли пройти и сказать. То мне слова никто не сказал. И я даже не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо, но, как бы, ничего хорошего. Мне слова никто не сказал. Было пара человек, которые сказали, там, что, вот, снимаешь. Прикольно. Но, блин. Я ждала, что меня там будут... Ну, может, не гнобить, ладно, но вот чего-то там, что не так, не сяк. Ну, молчат, да и ладно. Ну, и хорошо. Ничего страшного. Переживу. Тоже легко. Ну, в общем, да. Вот так я попала на ютуб, на книжный ютуб и вообще начала снимать видео. Вроде все, я вам рассказывала то, что хотела. Ссылки на видео, точнее, на одно видео, которое я снимала еще до того, как вела BookTube, я ставлю внизу. Обязательно напишите комментарий, что вы думаете об этом. Вообще, напишите в комментариях, как вы попали на ютуб. Потому что обычно такие истории, как бы, ну, очень необычные. Я так думаю. Ну, в общем, да. Обязательно напишите комментарий. А у меня на сегодня это все. Буду рада вашим пальчиком вверх. Не забудьте, опять же, написать комментарий. Всем удачи, хорошего настроения. Пока. И тут волос прям вот-вот-вот я вижу. Все, Лера, я это рассказала. Я надеюсь, что нас не смотрит. Никто. Кто на уровень смотреть. Потому что спорта ты до сих пор не выполнил. Тепя. Тепя. Тепя.